Казалардинских пенсионеров лишили льготного проезда в общественном транспорте, а автобусы и маршрутки вдвое подняли цены. Ходить пешком не позволяет здоровье, а ездить становится накладно, жалуются пенсионеры. Чиновники пообещали вновь вернуть льготы, но когда, выясняла Шерипа Сахтапова? Каждый месяц у пенсионеров задача одна – выжить на скудную пенсию. Цены на товары первой необходимости взлетели, овощи в разряде деликатесов. По шаткому бюджету бьют и тарифы на комуслуги, а теперь жалуются бабушки, добивают и проездные расходы. Во время общей дороговизны могли бы власти оставить хотя бы льготы на проезд. Платили 45, теперь 90, а ездить приходится по несколько раз в день. Никто о стариках не думает. Я сама мать героиня, у меня серебряная подвеска. На междугородних маршрутах льготы остались. К примеру, проезд на поезде до столицы обходится вдвое дешевле действующего тарифа. И в самой столице на автобусах льготы остались. О чем только местная власть думает. Трудности временные, проблему решим в ближайшее время, заверили в отделе пассажирского транспорта. После очередного конкурса на осуществление пассажирских перевозок льготы обещают вернуть. В июне закончилось действие прошлогоднего договора с частными пассажирскими перевозчиками. Мы включим в условия конкурса предоставление льгот для пенсионеров и стариков. Правда, когда конкретно вновь ведут льготный проезд, чиновник и сам не знает. Старикам придется, как всегда, потерпеть и потуже затянуть пояса. Шарипас Актапова, Тимирбек Какимов, телеканал Атами Кембизнес, Козларда.